Здравствуйте, с вами Оксана Ромашкина, и в этом видео я расскажу вам о методе, о котором обещала рассказать. Этот метод называется метод локации, по-другому дворец памяти, и еще одно название хорошо известно – чертоги разума. Вы все хорошо помните современный фильм о Шерлоке Холмсе, где он всегда мог достать информацию из некого места, которое он называл чертоги разума. Давайте посмотрим, как это работает. Метод называется метод локации, location, расположения. То есть мы обязательно слово, которое хотим запомнить, должны привязать к какому-то месту, месту, которое мы хорошо знаем. Этим местом может быть ваша квартира, ваш маршрут, по которому вы ходите на работу или едете. Этим местом может быть спортивный зал, где вы выполняете определенные действия для укрепления тела. Этим местом может быть ваше тело. То есть, да, вы предмет можете привязать именно к вашему телу, это вообще суперски работает. Например, возьмем слово kit. Kit по-английски – это набор. Второй шаг – ассоциация. Слово kit у меня ассоциируется с русским словом kit. Привязываем к месту расположения. Вспоминайте, где у вас хранится дома набор инструментов или какой-то маникюрный набор. Представили? Представили коробку с инструментами. Дальше берем кита воображаемого, либо у ребенка из детской, забираем. И мысленно впихиваем этого кита в коробку с инструментами. А здесь важно использовать какое-то преувеличение. Представить, что kit, причем некомфортное преувеличение, представить, что kit мега большой. И вы его впихиваете в эту маленькую коробочку, она плохо закрывается в набор, в набор с инструментами. И пытаетесь еще закрыть. Проверьте, через неделю вы точно вспомните слово. Навсегда. То есть информация кладется в ваш мозг, в долговременную память. Не в кратковременную, а в долговременную. Даже если вы не изучаете английский язык, вы все равно запомните, что kit это набор. Если вы, конечно же, хорошо представили вот эту преувеличенную ситуацию, что kit большой, вы его засовываете, он туда не помещается. Вот, kit это набор. Этот метод, конечно, проще всего использовать людям, у которых хорошо развито воображение. Кстати, людям, у которых хорошо развито воображение, сложнее всего запоминать слова стандартным путем. А мы с вами продолжаем, и сейчас мы запомним еще много-много всяких разных интересных слов. Например, вам с ребенком задали учить словарный диктант. И в этом словарном диктанте есть слово I, глаз. Что вы делаете? Вы садитесь с ребенком, берете листочек и рисуете два глаза, две буквы I, а в серединке буквочка Y. То есть I это глаз. Вот. И ребенок видит, что вот эти две буквы I это типа два глазика. Он всегда запоминает, что I это глаз. К тому же он запоминает, как пишется это слово. И тут еще важно запомнить, как произносить это слово I. Что вы можете сделать? Можете позакрывать глаза с ребенком, сказать I, I. Как угодно. Тут воображению вашему нет предела. Давайте теперь запомним слово SWON. SWON это лебедь. У меня, например, ассоциация слова SWON со SLONом. Вот. У меня есть, предположим, дома любимая фигурка слона. Он стоит на полу. Мы можем представить, что этот лебедь, SWON, верхом. Верхом значит сидит на этом слоне. И обязательно мысленно вспомнить, где стоит этот слон. SWON, лебедь. Ассоциация со SLONом. Предположим, у вас нет дома слона. Тогда вы вспоминаете, как в школе, например, вы танцевали лебединое озеро, танец SWON, лейк, лебединое озеро. Вы специально тогда нарочно это делали неуклюже. Фактически танцевали, как слоны. Ну, что было смешно. Помните? Вот. То есть вы танцевали, как слоники, баловались. Такая ассоциация может быть. И тут вы мысленно привязываетесь к рекреации в школе, да, где вы баловались. Английское слово PIN, булавка. Вспоминайте, где у вас в доме лежат булавки. У меня в специальной шкатулочке. Поэтому я представляю эту шкатулочку. Где много-много PIN. PINZ. Много, да, S окончанием множественного числа. Итак, PIN. Булавки лежат там, шкатулки. И у меня ассоциация со словом PIN-код. Поэтому я представляю, что чтобы открыть эту шкатулку, я использую некий PIN-код. И тут нужно представить некое некомфортное действие. Что вам сложно открыть эту шкатулку. Что вы забыли этот PIN-код. И вы ее уже пытаетесь там руками как-то открыть. Вот. PIN. Ассоциация со словом PIN-код. PIN. Это булавка. Или вы запоминаете новое слово HANDLE. Ручка о двери. Вы все хорошо знаете, что HANDLE это рука. И наверняка вы этой рукой много раз открывали за ручку хорошо знакомую вам где-то дверь. В вашей квартире или на даче. Может быть у вас есть особенная какая-то ручка, блестящая. Вот именно ее нужно вспомнить. Вспомнить это действие. HANDLE. Ручка. Или мы запоминаем слово LIPS. LIP-губа. LIPS-губа. Это очень просто. Слово LIPS у вас идет ассоциация со словом LIP-кий. Ну, у меня, например, со словом LIP-кий. То есть здесь мы используем метод локации применительно к своему телу. Вы вспоминаете этот момент, когда у вас были липкие губы. Когда вы мед ели или варенье, что-то такое вкусное, сладкое. Вот. И вы навсегда помните, что LIP- это губа, но, соответственно, LIPS- это губы. ЛИП-кий. ЛИП-кие губы. Слово NIT-ч. Вязать. У меня ассоциация со словом НИТ-ки. Дальше вам нужно вспомнить, где лежат у вас нитки и спицы, где вы вяжете. И здесь важно сделать преувеличение. Представить, что ниток у вас много, что не заполонили вообще всю комнату. НИТ-вязать. ГЛАВЗ-перчатки. ГЛАВЗ-. У меня ассоциация со словом ГЛАВНЫЙ. На самом деле, главное, когда вы выходите в мороз на работу или на улицу, главное не забыть перчатки. Потому что, если забудете, будет не очень в мороз. Вот. Я представляю прихожую, где я собираюсь и где обычно у меня лежат там в корзиночке эти перчатки. ГЛАВНЫЕ ГЛАВЗ-перчатки. Обязательно представьте место, где главное не забыть эти ГЛАВЗ-перчатки. Как я запоминала слово РИН-КОЛЬЦО? У меня в памяти уже было слово РИН-КОЛЬЦО. Ну, на ринге там бой, бой, бокс на ринге происходит. Или борьба какая-то. Я просто представила этот ринг круглым. РИН-некое замкнутое пространство. РИН-КОЛЬЦО. Кстати, по поводу сережек. Сережки И-РИН-З. И-УХО. РИН-КОЛЬЦО. КОЛЬЦО. Получается серьга. И множественная форма И-РИН-З. Понятно, что не все сережки это РИН-З. То есть не все сережки это КОЛЬЦО. Но тем не менее, любые сережки называются И-РИН-З. Или вам нужно запомнить слово ХЕ-ЗАЙЦО. Точно так же произносится слово ХЕ-ВОЛОСЫ. Ваши волосы. Вы можете место локации устроить на вашем теле. Представить, что у вас где-то из волос там высовывается зайчик, он там весь запутался. Вот. Либо вы можете представить этого зайца в ванной, где вы причесываетесь и где основное место локации женских волос. Они там на полу, обычно их надо все время подбирать. Он прям здесь запутался в ваших волосах. И вы знаете, что ХЕ-э это ЗАЯЦ. ЗАЯЦ такой. Либо вообще он волосатый, но обязательно в вашей ванной, там где у вас много волос. ХЕ. Или вам нужно, например, запомнить слово МАШРУМ. ГРИБЫ. МАШ-РУМ. МАШ-РУМ это комната. И вам нужно представить не только комнату МАШИ. Вам нужно представить, что в этой комнате еще выросло очень много-много грибов везде. Ну, например. Либо один большой гриб там вообще по центру комнаты. Вот. Либо вы, например, любите готовить из крупы, которая называется МАШ. Но здесь важно вспомнить, что у вас вот есть крупа МАШ в банке, и туда мысленно еще грибы положить. И опять же, эти грибы затолкать мысленно, как будто они еще там не помещаются. Вот, что это какие-то мега. Мега большие грибы. МАШ-РУМ это гриб. Например, запоминаем слово БИ. Пчела. У детей с этим вообще никогда проблем нет. БИ. На что похоже слово БИ? Вам любой мальчик скажет, а это типа машина. БИ, БИ, БИ. И вот смотрите, пчела, она же может быть как транспортное средство. Помните, у малышей там пчела, она вообще на колесиках. И вот эта пчела, она с рожками такая. БИ, БИ, БИ. Пчела может бибикать. БИ, БИ. Пчела. Вот, и важно, конечно, привязать опять же к месту расположения, к локации в вашем доме. Вспомните там, где у вашего ребенка есть вот эта БИ, пчела. Может быть, среди игрушек где-то есть. Вот. Либо вспомните своего детства, да, что у вас была пчела, БИ. Вы скажете, что не все слова так можно запомнить. Я вам скажу, что все это зависит от степени воображения. Вот, например, мне недавно попалось новое слово ГРАМПИ. ГРАМПИ сварливый. Что я делаю? Я мысленно поделила это слово на две части. ГРАМПИ. ГРАММ, единица измерения, и ПИ. Ну, число ПИ. Я вспоминаю, где я использую всякие замеры. Ну, на кухне, например. Да, я когда что-то готовлю, мы смотрим, там на бутылочке написано 100 грамм, 200 грамм или на чайнике. Вот, я помню, ГРАМПИ. У меня это связано с кухней. И дальше нам нужно привязать как-то слово сварливый. Когда мы выражаем недовольство. А вот когда мы приходим на кухню, а там кто-то не убрал поверхность столешницы. И готовить уже не хочется с большим энтузиазмом, потому что вы понимаете, что вам нужно убрать. Ну, кто-то не специально там ушел, торопился, да. Вот, и вы выражаете недовольство. Ну, не то, что вы сварливый. Но, тем не менее, ассоциация идет. Да, сварливый, ГРАМПИ. ГРАМПИ. Сварливый. Или, например, слово ПАМПКИН. Тыква. У меня, как для девушки, для женщины, которая любит ходить в спортзал, слово ПАМПКИН в первую очередь ассоциируется со словом ПАМП. Вообще, ПАМП это насос. Либо накачивать. ПАМП. И все знают тренировку, которая называется ПАМП. Ну, те, кто в спортзал ходит. И что мы там делаем? Мы себе накачиваем определенные мышцы. ПАМП. ПАМП. Например, мы качаем заднюю поверхность бедра. И очень часто мы делаем это с утяжелителями. Так вот, вместо утяжелителя можно представить ПАМПКИН. Тыкву. То есть, не какой-то там груз вы положили, да? А тыкву положили. И вот делаете вертикальное движение ногой. ПАМП. С помощью тыквы. ПАМПКИН. Тыква. И посмотрите, помимо слова ПАМП накачивать, слове ПАМПКИН остается слово КИН. КИН это род. Родственники. И вы можете представить, что в этом зале есть еще и ваши родственники. ПАМП накачивать, КИН род родственники. ПАМПКИН. Тыква. Сразу говорю, что слово тыква образовалось не так. Это греческое слово. Но запоминать для меня было бы проще вот именно в таком ключе. Ну и давайте еще одно слово рассмотрим. Например, слово ПО. Наливать. Например, ПО-СИ. Инто-зэ-кап. Наливать чай в чашку. Сложно. Сложно запомнить произношение слова ПО. Видите, что комбинация одна, а произносим звук О. ПО. Вспомните, как у вас питомница пьет водичку или молочко из блюдечка. Во-первых, он все проливает. ПО-это проливать. Во-вторых, у него лапки. Одна ПО, две ПО-зы. И вот этими лапками он упирается, когда пьет молочко, в ПОЛ. Еще одна ассоциация. Упирается в ПОЛ. Своими ПО. И он проливает ПО-милк. Проливает молоко. Для меня ассоциативный метод – это громадное спасение. Потому что еще с детства мне было очень сложно запоминать слова каким-то прямым способом. Увидел, запомнил и все. То есть для меня это всегда было воображение. Метод локации – это не просто ассоциация в применении, изучении английских слов. Это еще обязательно привязать к месту, к месту, которое вы хорошо знаете. С вами была Оксана Ромашкина. Изучайте английский язык с удовольствием. Всего хорошего. До свидания.